Уважаемый Презизиум, уважаемые коллеги, само по себе исследование пациентов, которым были проведены некие операции на органах грудной клетки, очень актуально в онкологической практике. И ответы на эти вопросы должны быть наиболее быстрыми и наиболее точными, потому что от этого напрямую зависит прогноз для пациента. И что можем сказать, что наши методистрии в целом соответствуют данным литературы, но изучены, по крайней мере. Какие же виды операций в основном используются на грудной клетке? Это операции на легких и тархиобронхиальном дереве, операции на пищеводе, на сердце и сосудах, на неорганных образованиях следостения, лимфоузлах следостения, плевра, перикард, кости, мягкие ткани грудной стенки. Как мы проводим исследования? Как выше, ранее сказал Павел Сергеевич, действительно, зона сканированная, мы выбираем от уровня тархи до нижнего края печени, если только грудную клетку нужно оценить. Но часто приходится оценивать таких пациентов не только грудную клетку, но и органы брюшной полости, потому что часто это сочетаны некие операции. Мы используем толщину средств, обычно 2 мм или менее. При возможности стараемся использовать внутривенное контрастирование, поскольку часто у таких послеоперационных пациентов можно наблюдать некоторые тромбоэмболические осложнения или тромбозы вен, как минимум. И лучше визуализация в целом. При наложении анастомозов на пищеводе, например, используется пероральное контрастирование. Если мы используем контраст, то это водорастворимый контраст. И вот в этом преимущество компьютерной томографии над рентгеноскопией, в том, что лучше видны затеки контрастного вещества, если они есть. И, как по данным некоторой литературы, если при рентгеноскопии используют сперва водорастворимое контрастное вещество, если они не видят затеков, то потом уж дают сульфат бария. Но там есть риск попадания в средостение сульфата бария возможными осложнениями. При КТ мы используем только водорастворимое контрастное вещество. Условия, при которых мы будем использовать внутривенный контраст. Это, во-первых, мы должны знать, что у пациента нет анафилактической реакции. Анафилактическая реакция принципиально именно на йод, содержащие контрастные вещества, а не на раствор йода, который наносится на кожу. Это часто непресекающиеся аллергические реакции. Также мы оцениваем уровень креатинина или уровень скорости клубочковой фильтрации. Потому что при помощи креатинина мы тоже стараемся не использовать внутривенное контрастирование. Ну и уровень токсикоза оцениваем. Сканируем мы, если делаем сканирование, используя внутривенного контрастного вещества, то правом сканирование и в артериальную, и в венозную фазу. Если используем пероральное контрастирование, то сперва мы делаем нативную фазу, а потом уже используем контрасты. И если подозреваем, что мы болеем легочной артерии, то болею спекер ставим на легочный ствол. Ну и по возможности стараемся выставить скорость подачи контрастного вещества побольше. Что важно учитывать при описании таких исследований? Важно то, что нам нужно знать, какая операция выполнена у пациента, какие у нас там мозы наложены, что удалено, что оставлено. Может быть, гемостатические губки остались. Это нужно знать для учета картины. Важно, какая клиническая картина у пациента на данный момент, с чем он поступает. И лучше поговорить об этом с клиницистом, потому что он располагает данными дополнительных лабораторных исследований, данных эндоскопических исследований, ну и в целом клинической картины как таковой. По данным литературы, некоторые доктора рекомендуют использовать разные режимы просмотров. Например, мини-IP режим, минимум Intensity Projection. В этом режиме рекомендуют просмотр бронхов, потому что бронхи лучше видны, и менее становятся видны окружающие более плотные структуры, такие как сосуды, например. Также рекомендуют смотреть просмотр сосудов в режиме MIP, это на Бэтмаксиум Intensity Projection. Считают, что так рекомендуют, потому что так лучше видны сосуды, и говорят, что лучше иногда могут быть видны разные тромбоэмболические осложнения. Вот это примеры из доктора Рестепа. На данном примере не осложнение представлено, но здесь видно, что имеется артериальная фистула между легочной артерией, внутренней грудной артерией и подмышечной артерией. Прежде чем учитывать осложнения, мы должны понимать, что мы можем увидеть у пациента после операции на органах грудной клетки, чтобы не бить лишнюю тревогу. Но сразу хочу отметить, что мы видим, что картина нормальная, в кавычках, картина, и картина именно осложнения, которая требует какого-то экстренного решения, очень похожа и требует обязательно специальности клинической картины. Часто после операции, когда накладываются анастомозы или формируются культя, используются металлические скрепки. Мы их визуализируем, стрелочки указывают на скрепки, и эту зону мы обязательно очень тщательно просматриваем, потому что здесь как раз-таки возможны, прежде всего, развитие несостоятельности и патологических процессов, которые мы должны учесть. На данном стадии представлена операция после нижней лобоктомии справа. И также операции на пищеводе анастомоз, вот здесь фахактомия с формированием желудочного стебля. Здесь желудочный стебль законтрастирован водорослым и красным веществом, и тоже стрелочками указаны металлические скрепки на скобке. Также часто после операции мы видим уплотнение консолидации легочной ткани в зоне оперативного вмешательства. Тут возможны разные моменты оценки. Часто мы видим такие уплотнения в области тех же самых металлических скобок. Но, однако, тут нужно сопоставить всю картину, потому что данные уплотнения могут быть нормальными постоперационными изменениями, которые в итоге либо произойдет фиброзирование, либо они регрессируют. Но также данная картина может быть обосновлена, например, и пневмонией, и постпрофизионным отеком, поэтому можно знание анамнеза и оценки картины в целом. Пневмогидроторакс. Тут, скажем так, его нормальность этой ситуации зависит от степени выраженности в том числе этих изменений, потому что если там большой пневмогидроторакс, то он требует каких-то действий. И также пневмогидроторакс может быть свидетельством каких-то осложнений, поэтому это нужно тоже осторожно оценивать, но в целом очень часто он бывает и при нормальном течении постоперационного периода. Пневмомедиастином. Тут ситуация тоже очень сложна, потому что пневмомедиастином он может наблюдаться также при нормальном течении, но, однако, это может быть признаком медиастинита, который тоже требует быстрого решения проблем. Ну, вот в целом показан газ средостений после операции на эзофакоктомии с формированием желудочного стебля. И часто пневмомедиастином сопровождает также жидкость в клетчатке средостения. Она тоже должна быть оценена критически, исходя из всей картины. Ну, у данного пациента мы видим жидкость в переднем средостении. Этот пациент благополучно выписан без различных клинических осложнений. Соответственно, нам репроспективно делали вывод, что жидкость была после операционного обычного течения. Также после операции мы можем увидеть газ, мягкие ткани грудной стенки и отек, ну и жидкость на фоне отека. Вот пузырьки газа, жидкость, отек, жидкость. Это тоже двояко нужно оценивать, потому что, безусловно, после операции газ и жидкость это может быть, но это может быть также признаком инфекционных осложнений на грудной стенке, поэтому тоже надо сопоставить с клинической картиной. Ну, тут еще на слайде гидроторекс, виден на другой стороне тоже после операционной. Но это гидроторекс требует дренирования. Часто после пневмонэктомии остается остаточная полость. Это полость заполнена газом и жидкостью, и со временем происходит так, что количество газа уменьшается, ну и сама полость уменьшается в размерах. Однако, вот, известный клинический случай, когда у пациента осталось жидкость и газ, но со временем начало нарастать количество газа, и что-то потребовалось до обследования, и была выявлена несостоятельность бронза. Поэтому контроль за этой осложненной полостью тоже важен. Ну и, учитывая вот это, переходим к возможным осложнениям на операциях органов грудной клетки. В целом, какие бывают осложнения? Это пневмония. В данном случае представлены пациент после лобоктомии. Тут представлены разные виды инфильтрации пневмонии, интерстициальная и левиолярная инфильтрация. В данном случае диагноз пневмонии, он и клинический тоже подтверждался. Несостоятельность анастомоза. На данном слайде мы видим состояние после резекции корины. Вот в области резекции от стенки бронха отходит участок с газом. Это несостоятельность. Но важно, что несостоятельность также важно сопоставлять и с данными эндоскопии. Это не взаимозаменяющие, а именно взаимодополняющие методы. Здесь представлена эндоскопическая картина несостоятельности после эзофакоктомии. Пневмоторекс. Пневмоторекс, если он выраженный, то нужно принимать какие-то экстренные действия. Нужно сразу сообщать об этом по телефону клиницистам, возможно, даже до описания картины. Потому что это угрожающее жизни состояние. Часто пневмоторекс также сопровождается выраженной эмфиземой мягких тканей грудной стенки. Что тоже нужно учитывать. Медиастенит. На данном слайде представлено состояние после ларинга, фаринга, эзофакоктомии с формированием желудочного стебля. И потом, после этого, желудочный стебель был расформирован в связи с родительными осложнений. Здесь, видите, то есть пищевода нет на этом уровне желудочного стебля, а тут жидкость с газом. Клинически подсажден медиастенит. Как видим, картина очень похожа на обычное посредственное течение в вышепоказанных исследованиях. Эмпиема плевры характеризуется тем, что жидкость имеет более высокую плотность. На данном слайде показано состояние тоже после эзофакоктомии с формированием желудочного стебля в переднем светостении. Справа видим пневмо-гидроторекс. Жидкость имеет повышенную плотность, 17,5 единиц Хаунсфилда. На другой стороне тоже имеется гидроторекс. Жидкость имеет плотность 2,8 единиц Хаунсфилда. Здесь тоже подсажена эмпиема плевра справа. Гемоторекс. Гемоторекс бывает как после осложнениях массивных операций грудной клетки, так и после мини-инвазивных. Мешательств, об этом мы скажем позже. Гемоторекс, как связано с тем, что там определяются участки повышенной плотности. На данном слайде 58 единиц Хаунсфилда плотность, сгустка крови. Тоже каких-то активных действий требует зависимости от выраженности и от изменения в динамике. Если мы видим какую-то динамику, то может быть вполне более часто. Катестерили несколько раз за день, чтобы посмотреть, нарастает ли это или не нарастает. Формирование свищей. После наложения различных анастомозов или культий возможно формирование свища. В данном случае сформировался свищ между трахеей и желудочным стелем. То есть состояние после ларинга, фаринга, эзофактотомии. После ларинга, фаринга, эзофактотомии. И вот в стрелке указан свищ. Томбоэмболия, легочная артерия, тамбозы вен. Тоже это ситуации, которые требуют внутривенного контрастирования. Клиническая значимость тоже зависит от степени выраженности данных изменений. На данном стадии представлены томбоэмболия, ветвей легочной артерии слева. Какие основные виды операции на легких и трахеобронтиальном дереве? Это пульмоноктомия, лобоктомия, резекция легкого, резекция трахеи и бронхов. Это некие эндоскопические манипуляции и всескожные пункционные вмешательства. Это может быть биопсия, абляция. Список может быть расширен, но в основном это вот такие манипуляции. Что мы тут можем видеть? Пациент после лобоктомии. Видим инфильтрацию. Не после лобоктомии, это после эзофакоктомии. Эзофактомии, видимо, желудочный стебель. И вот инфильтрация тоже, как и клинические, у него тоже подтвердилась пневмония. И змеи в динамике также подтвердили это. Постперфузионный отек легких. Зачем нам нужны знания анамнеза? Потому что постперфузионный отек возникает после применения химиоперфузии. То есть, если мы знаем, что применялась химиоперфузия, можно делать соответствующие выводы. Вот Петр Сергеевич Калинин зачитал кандидатскую диссертацию на эту тему. Выделяются несколько видов постперфузионного отека. Первый вид постперфузионного отека представлен на слайде. Он возникает как консолидация легочной паренхемы. В основном в области именно оперативного вмешательства. Вот металлические скрепки видны здесь, и консолидация вокруг. Второй вид, когда консолидация происходит и вне зоны оперативного вмешательства. И третий вид, когда уже тотальная консолидация легочной паренхемы. Также при операции на легких и тракте бронхиальном дереве можем выявить несостоятельность анастомозов. На данном слайде представлен случай у пациента после лобоктомии. Видны бронхи. И виден газ с растениями, с бронхами, и нечётко изолизирующееся какое-то сообщение. Но оно тут не очень чётко видно на данном случае. А вот оно бывает, и когда видно более чётко, например, вот здесь, в слайде тоже пациент после нижней биллопоктомии, просвет бронха, и вот виден такой ход с жидкостью и с газом, который уже потом в плевральной полости уже подходит к свободному газу. Пневмоторакс. Пневмоторакс, мы уже о нём говорили. Здесь, да, зависимость от степени выраженности. Вот это довольно выраженный. Пневмоторакс, эмфизема, мягкие ткани ретной стенки. Но данная ситуация требует длинирования плевральной полости. Эмфиема, плевра, тоже мы о ней уже говорили. Здесь жидкость, как видим, с признаками частичного ограничения, потому что она находится больше в пациенте жидной спине, она в переднем и верхних отделах, а не снизу. Плотность у неё тоже повышена, 22,6 снизу Хаунсфилда. И также имеются пузырьки газа. Органически эмфиема подтвердилась. И что касается ещё МПМ-превры, бывает, безусловно, МПМа как разлитой процесс, но бывает ограниченное скопление инфицированной жидкости. Поэтому о ней тоже нужно помнить. Но признаки будут примерно такие же, такие же критерии. Фрегмона мягких тканей ретной стенки. Это тот же самый пациент, который был представлен на предыдущем слайде. Здесь у пациента сформировалось сообщение между плевральной полостью и мягкими тканей ретной стенки. Вот эта инфицированная жидкость попала в мягкие ткани грудной стенки и тоже клинически подтвердилась фрегмоном. Здесь тоже видим жидкость в мягких тканях, пузырьки газа. В литературе описывают наличие возможных анородных тел после операции на лёгких. На данном слайде представлен марлевый тампон, оставленный в плевральной полости. Но мы должны помнить о том, что подобным образом могут выглядеть, например, гемостатические губки, как некий участок жидкости с газом и неких плотных структур. Поэтому об этом тоже нужно помнить. Также в литературе указаны интересные случаи формирования свещей между бронхом и лёгочной артерией. Здесь представлена серия срезов. То есть лёгочная артерия, бронх, и в итоге тут формируется истол. На крайнем слайде. Тромбозы вен. Тромбозы вен. Мы видели на предыдущих слайдах наблюдения нашего института, когда сформировался тромбоз подключичной вены и плечеголовной вены. Здесь видим чётко меньшую денсность подключичной артерии и плечеголовной, и более высокую денсность уже верхней полой вены. И аналогичный случай в литературе. Очень похоже. Они периодически, например, с лёгких такое происходит. Также в литературе доктором Рето Степа указано формирование псевдоневризма лёгочной артерии после лобоктомии. Здесь тоже видно псевдоневризма. В литературе указана ещё перфорация лёгкого дренажа. В этой статье указано несколько таких случаев. Один из них представлен. Об этом нужно помнить, что такое тоже возможно. Ещё в литературе упоминается о перекрутии бронхо в торсе лёгкого, так называемое. У нас такого зафиксировано я не нашёл, не было. Но в литературе указывают. Кстати, здесь пример использования режима мини-АйПи. Когда видно, что не видно бронхов и снижена пневматизация лёгкого. Отдельно хотел бы указать, что сейчас активно развиваются различные интервенционные вмешательства. И там тоже возможно осложнение при них. Они возможны нескольких видов. На данном случае представлено состояние после трансторакальной клепан-биописи образования лёгкого. И здесь видно имбибиция кровью паренхемы лёгкого. Она не требует каких-то действий. Нормальная, по большому счёту, ситуация довольно часто бывает. А вот на этом слайде представлено уже гемоторекс. Гемоторекс. Здесь жидкость повышенной плотности 32,9 единиц. Хаунсфилда. Такая ситуация требует обязательного наблюдения в динамике и, возможно, каких-то срочных операций страны хирургов. Также осложнение бывает в гемоторекс. В гемоторекс бывает тоже разной степени выраженности. Если он такой, небольшой, то тут достаточно… Мы не видим при исследовании нарастания в динамике. Тут достаточно сделать через час-полтора рентген грудной клетки для контроля. Если мы сомневаемся, если он как-то меняется в динамике, более выраженно, то лучше сделать КТ-контроль, безусловно. А если формируется большой гемоторекс, то тогда нужно тоже активное действие по дренированию. Здесь тоже состояние после транстракальной биопсии образования лёгкого. И также видим интерсоциальные такие участки уплотнения, что условно имбибится кровью в лёгочной паренхе. В литературе описываются также ещё другие виды осложнений при традиционных вмешательствах. Такие как формирование различных свищей. Например, на данном состоянии после абляции очага в лёгком сформировалась полость и свищ с бронхом. Она, видите, до динамики закрылась. А на данном изображении тоже состояние после абляции сформировалось полость со свищем через плеву в мягкие ткани кровной стенки. И также после абляции возможно осложнение в виде различных костных деструкций. Вот, например, деструкция позвонка после абляции очага, который рядом с позвонком располагался. И вот интересный случай, когда после абляции сформировалась полость, и в этой полости после этого сформировался аспиргиллёз. Аспиргиллёз, который подтвердился морфологически. Вот здесь вот аспиргиллёма. То есть такие осложнения крайне редки, но они тоже могут быть после абляции. Далее перейдём к операции на пищеводие. Юдин в своей статье довольно хорошо классифицирует операции на пищеводие, которые применяются в настоящее время. И наиболее частое осложнение, ну и наиболее такое серьёзное осложнение – это нестоятельность томозов и с вытекающими оттуда последствиями. На данном слайде состояние после эзофакоктомии с формированием жёлчного стебля в переднем следостении. И мы прямо на карте без даже контрастирования видим сообщение между желудочным стеблем и плевральной полостью. Это металлические скрепки выше и ниже анастомозов. Но желательно для оценки нестоятельности использовать операльное контрастирование данного пациента, состояние после ларинга фаринга эзофакоктомии с формированием астомоза на шее, желудочным стеблем. Здесь мы, в принципе, видим и доконтрастирование сообщения между плевральной полостью и зоной лоскута. Но, тем не менее, был дан плевральный контраст. Вот здесь видно, что проходит контраст и затекает в плевральную полость. Здесь видим в плевральной полости плевральной полости. Важно, что при подозрении на нестоятельность пищеводных анастомоза, мы, безусловно, даем операльное контрастирование. А вот при подозрении, например, на фистул между пищеводом и таким-то трахиобронхиальным деревом, тут нужно подумать о целесообразности датчика операльных контрастов вещества, потому что, если оно попадет в трахиобронхиальное дерево, то может вызвать дополнительные осложнения. Медиастенит. Здесь состояние тоже после эзофактомии. Здесь видим металлические скрепки в зоне формуляренной анастомоза. Вокруг жидкость с пузырьками газа. Здесь клинически так же был подтвержден медиастенит, но к ним тоже какой-то особой специфики изображения здесь нет. Пневмония. Ну, пневмония бывает разной степени выражения, как мы уже говорили. Здесь на данном слайде представлены тоже и интерстисциальные, и альвеолярные виды инфильтрации. Ну, бывает и такая перебронхиальная мелко-очаговая инфильтрация. Она может быть разная, здесь тоже нужно ориентироваться на клиническую картину в целом. Ну, вот с вещей, что мы уже говорили, здесь на данном слайде представлено тоже сообщение между альтрохией, и тут был сформирован желудочный стебель, между желудочным стеблем. Тромбозы, тромболирующие артерии, тромбозы вен, ну, мы уже об этом говорили, мы болели вручные артерии, эльвакирирующие артерии справа. Также при операциях на пищеводе тоже можем наблюдать гидропневмоторокс. Ну, и ситуация, как мы говорили, с МПМ и плеврой довольно неоднозначная, потому что здесь также жидкость из газа может быть и при, в принципе, нормальном течении после операционного периода. Здесь важно, если есть несостоятельность анастомоза, то жидкость более вероятно, конечно, она имеет воспалительный характер. Если анастомоз состоятельный, пациент клинически не проявляет подозрений на то, что у него есть какие-то осложнения, то на случай здесь не факт, что это какая-то МПМа. Что касается поздних осложнений на операциях на пищеводе, это стеноз в области зоны анастомоза, показан стрелочкой, и он бывает тоже разной степени выраженности, но в том числе он часто подтверждается эндоскопически обычно. Также бывают операции именно на грудной стенке, на грудной стенке и на этих тканях. Здесь пациентка, у которой выполнена блок резекции грудины, ребер, мягкие ткани грудной стенки, установлен эндопротез, показана стрелочкой, здесь он не очень хорошо виден. И под протезом между седостением и протезом является скопление жидкости с газом. В данном случае такая ситуация может быть и очень часто после таких операций. Но у данной пациентки она лихорадила, данное скопление жидкости с газом было тренировано, после чего лихорадка купировалась. В данном случае именно причиной лихорадки и ухудшения состояния пациентки было именно это скопление. Также бывает несостоятельность, неприживление эндопротеза. Тут пациентка после мастектомии, после блок резекции грудины, ребер, эндопротез. Сейчас, как видим, видим динамику с нескольких месяцев, это снимки более ранние, это более поздние. Здесь в области эндопротеза было небольшое количество жидкости, поплотнение в жидкости спиральной полости, видим газ немножко. Через некоторое время уже видим под эндопротезом газ, сообщающийся практически с окружающей средой, такие проявления несостоятельности, эндопротез был удален. Также по данным литературы бывают осложнения после операции на сердце. В нашем институте таких особых операций не делают, но в кое-что хотелось бы упомянуть, чтобы до полноты картины. После имплантации клапанов сердца в случае есть диссекция аорты и перфорация аорты, наиболее частые случаи. Диссекция аорты представлены. Представлены интересные клинические случаи, после радиочастотной абляции стенки предсердия сформировалась фистула между предсердием и пищеводом. Видим здесь попадание газа в предсердие через пищевод. Также в литературе представлена фистула между коронарной и легочной артериями. Здесь видим, когда легочный ствол не очень контрастирован, а коронарная артерия на возрае контрастирована более полно. И вот имеется фистула. В заключении, хотел бы еще раз повторить, что своевременная и правильная диагностика осложнений операции на грудной стенке является очень важной в прогнозе пациента. И как можно раньше нужно сообщать лечащему врачу и хирургу о возможных нахождениях данных осложнений. И современные методы визуализации, конечно, не помогают в выявлении данных осложнений. Покупаю за внимание. Покупаю за внимание. Примерно, когда написал слушатель этот вопрос, я так понимаю, этот вопрос был адресован к той части лекции или сообщению, которое было посвящено трахеобронхиальной несостоятельности или межбронхиальных анастомозов. Потому что там много анастомозов были упомянуты в сообщении Александра Викторовича. Поэтому для слушателей, которые не совсем поняли, какая несостоятельность имелась в виду, это именно при бронхопластических операциях. Анастомоз – это очень важно, выявление вовремя несостоятельности. И осложнение. Ну, скажу, есть одно для дополнения вопроса, что оба несостоятельности, именно свящи, свящи или по несостоятельности? Вопрос звучит следующий. Несостоятельность анастомоза между чем и чем? Все. Больше комментариев нету. И по времени вы излагали, соответственно, вот часть сообщения, которая относилась к бронхиальному дереву. А, понял, я понял. Там была резекция, резекция Карины была. Резекция Карины. Все, Александр Викторович, все понятно. Есть дополнение? Нет. Я правильно объяснил, что это были межбронхиальные или трахебронхиальные анастомозы. Так, и следующая еще поправка. Я хочу сказать, что Александр Викторович сказал, что у нас в центре не оперирует сердце. В общем, действительно так. Отчасти это так. Но если опухолевый процесс распространился на перикард или даже на предсердие, у нас есть серьезные специалисты, которые могут себе позволить сделать такую резекцию и предсердие, и перикарда, и в том числе пластику аорты. А мы в своей практике не видели никаких осложнений, несостоятельности этих камер не было. Хорошо. Спасибо. Итак, вопросы из аудитории. Вопросов нет, Александр Викторович? Вы так чудесно изложили, что даже вопросов нет. Или наоборот, одни только вопросы остались. Скажите, пожалуйста, какие осложнения возможны при попадании... Громче, пожалуйста, для тех, кто слушает нас. Такие осложнения возможны при попадании водорастворимого контраста в садостение, а также, если не дай бог, бария. В любом случае, смотря куда попал контраст. Если он попал в трахиобронхиальное дерево, возможно, возможно, развитие аспирационной пневмонии, возможно, развитие аспирации от того, сколько контраста попало в трахиобронхиальное дерево. Но обычно, скажем так, в диагностике данных несостоятельности из вещей очень помогает эндоскопия. Обычно эндоскописты часто видят прямо вот эту несостоятельность, и на принципе нет смысла рисковать пациентам и давать его водостворимое вещество. Но если эндоскописты ничего не видят, у нас какие-то есть признаки, у нас признаки, то мы можем, обсудив ситуацию с клиницистом, насколько это важно, дать контраст. А если контраст попадет в садостение, например, садостение, то там, если барик падет, то там сомневается фиброзирующий медиастинит, как это наиболее часто встречается. Ну и просто, может быть, медиастинит как таковой еще более усугубится. Обычно так. Еще микрофон, микрофон, пожалуйста. А если барик попал, то он так и останется там? Барик, ну пишут, что да, он остается, он фиброзируется, он у него все формируется. Барик не рассасывается, к сожалению. И он так видит плотного участка, так и да. Ну да, ну как, ну обычно, если поет туда барик, скорее всего, вокруг будет фиброзирующий медиастинит, скорее всего, будет операция какая-то, скорее всего, хирурги достанут оттуда барик и совсем остальное. Не уверен, что у нее есть барик достанут. Ну, не весь станут. Потом надо будет сравнивать, что было и что стало. Еще есть вопросы? Пожалуйста. Вы быстрее обойдете, чем передавать. Большое спасибо. Очень интересный доклад. На самом деле вопросов очень много. Хотелось бы у вас спросить. Вы не оценивали, какие осложнения у вас встречаются чаще всего? Может, в вашей тракальной хирургии? Честно, я такой статистики не вел, не считал. Тут больше обзорная лекция о возможных моментах. Ну вот, я приводил статистику, например, доктора Юдина по осложнению пищевода. Он там приводил, какие чаще осложняются и чем. Например, такая статистика имеется. Но лично в нашем институте я таких подсчетов не вел. Даже не сколько пищевод здесь, наверное, самая чаще всего возникает несостоятельность анастомоза. А что касается лёгких, операционно-лёгких? Ну, статистику я не вел такую, потому что что-то убедительное, я вам не могу ответить на это вопрос. А скажите ещё такой вопрос. Интересный у вас слайд был. Это сформированная псевдонаризма в послеоперационном периоде. Можете поподробнее рассказать, как она сформировалась? Из литературы, да? Да, из литературы. Это литературные данные приводились. Чисто потенциальные. Ссылка была на слайде, можете посмотреть статью. Ну, там была лобоктомия, насколько я помню данное исследование. Была лобоктомия и сформировалась псевдонаризма. Ну, скорее всего, авторы, по-моему, предполагают, что за счёт манипуляции сосудами это так и произошло. А на такой вопросик вот по поводу флегмона передней грудной стенки. Что это было за манипуляция? Флегмона передней грудной стенки была лобоктомия. Ещё такой вопрос. А у вас есть какой-то, может быть, алгоритм разработанный? Как вы оцениваете послеоперационный период пациента? Ну, безусловно, оцениваем мы, как в нашем случае, схема описания, да, по системам лёгких, следостей и так далее. Наша общая схема описания. По поводу оценки, она, собственно, соответствует этой. Мы оценим изменения в лёгких уплотнении и возможные интерпретации данных уплотнений. Согласно, как я уже говорил, книжной картине и прочих данных дополнительных исследований, ну, и в том числе в целом окружающей генологической картины. То лёгкие, бронхиальное дерево, далее органы следостения. Ну, тут зависит тоже от того, безусловно, где операция была, на какой части тела. Ну, если, обычно, на лёгком, то так, лёгкие, бронхи, привральные полости. Ну, в зависимости, в том числе, исходим из того, какие осложнения более превалили, то есть, что более превалирует. Если, например, у пациента огромный пневмоторакса, мы начнём, безусловно, с пневмоторакса. Вот, если у него там какая-то тоже после операции на пищевозе пневмо-медиайс, там, гидромедиайс, там огромный, там, то мы тоже после лёгких мы сперва перейдём именно к этим моментам, например, если, то есть, то есть, невозможно, некий изменить структуру, но в целом это лёгкие, это лёгкие, тахимонхиальное дерево, сосуды, следостения, привральные полости, мягкие ткани кровной стенки. Это прямо вот такая схема. То есть, а динамически вы их оцениваете с помощью традиционной рентгенограммы, если возникают какие-то осложнения, то вы уже делаете МСКТ? Нет, обычно, обычно, чаще всего в раннем постепарационном периоде, то есть, прям в день, если утром первой, то вечером, если вечером, то утром, делают пациенту рентген лёгких, но в целом далее они контролируются на КТ обычно почти все, то есть, через КТ проходят почти все пациенты. И последний вопрос. Как мы оцениваем, вернее, как Вы оцениваете остаточные полости после пульмоноктомии? Какая тут тактика, может быть, правила оценки, в течение какого периода времени, какие осложнения, как мы наблюдаем этих пациентов? Да, ну, безусловно, у нас пациенты после капокальча стационаре, они, ну, проходят обычные исследования по степени, скажем так, необходимости. После выписки по схеме, как влечащие, рекомендуют проходить плановые КТ-исследования, мы оцениваем, просто динамика оценивается каким образом. Да, действительно, мы смотрим, как меняется содержимое, скажем так, косточной провальной полости. Если уменьшается количество газа, нарастает количество жидкости, как именно, ну, не лихарает, нету клинических проявлений каких-то осложнений, то мы пишем заключение, так и есть, ну, и оставляем на оценку клиницистов. То есть, если есть какие-то сомнения, если нарастает количество газа, или появится какое-то плотное содержимое, или пациентам в анамнезе мы видим, что у него какая-то клиническая картина каких-то данных осложнений, то, безусловно, мы уже можем интерпретировать чуть-чуть по-другому, хотя, в любом случае, оценим плотные жидкости газ, это соотношение жидкости газа, ну, и окружающие ткани, безусловно, тоже оцениваем. Спасибо большое. Еще вопросы? Александр Викторович, у вас есть наблюдения? Я посчитал, что, хотя, скажите, настолько не специфично между глотной патологией. Испытывать аудиторию на... Ну, просто меня спросят потом, а почему вы решили, что это вот так? Хорошо, хорошо. Ладно, тогда мы, Александр Викторович, отпускаем, если нет вопросов.